Всем привет! Вы на канале ButtonIT и с вами Саня. Я уже не раз затрагивал тему кастомизации интерфейса PS4. Было видео, как скрыть ненужные значки системных приложений, изменить аватарку аккаунта и установку тем. Кстати, скрытие значков плохо закончилось для активации хэна. В этом видео мы рассмотрим приложение IconMask от разработчика WAPI. Оно позволяет изменить вид значков в интерфейсе, а также позволяет изменить иконку любого приложения на свое. Как обычно все начинается с установки приложения. Для начала скачиваем последнюю версию приложения. Далее подключаем флешку. Она обязательно должна быть в файловой системе FAT32 или EXFAT. После этого копируем файл обязательно в корень флешки. За кадром я активировал GoldHand на PS4. Кстати, у меня PS4 1100 серии с прошивкой 9.0, но все также будет работать на любых других прошивках. Чтобы установить IconMask нужно перейти в самый низ и зайти в Debug настройки, Game, Package Installer и видим наше приложение и устанавливаем его. После установки видим новое приложение в меню консоли. Запускаем. Если вы видите ошибку отсутствия прав, то перезапустите приложение или запустите другое Homebrew и потом вернитесь в IconMask. Пробуйте запустить FTP или перезапустите PS4. В итоге ошибка пропадет. По дефолту тут стоит тема PS5, однако тут используют слово маска. Интерфейс программы максимально прост. Кнопками L1 и R1 можно выбирать заготовленные разработчиками стили иконок в главном меню. Тут их достаточно много. Для примера вы видите три значка, чтобы оценить изменения. Первая галочка внизу означает будут ли изменения применяться к системным приложениям. Если ее убрать, то выбранный вами стиль будет применен только для игр и софта, которые вы поставили сами. По мне это не очень эстетично и если менять, то все сразу. Вторая галочка может сделать прозрачным фон папок с приложениями. Интересная задумка. Для наглядности оставлю ее. Про третью галочку мы поговорим чуть позже. Нажимаем кнопку применить. Процесс идет достаточно долго. Теперь по идее нам надо перезапустить PS4, как тут и написано. Сейчас покажу, что вы увидите, если этого не сделать. Рабочий стол обновляется после закрытия приложения. И вот перед нами измененное меню. Без перезагрузки вы видите, что в главном меню не изменился значок браузера и закругление у приложений идут как бы поверх картинки. Но покопавшись можно заметить, что в папке все выглядит как надо, без наложения поверх фона. Пора перезагрузиться и посмотреть, что будет. А эффект налицо. Полное изменение меню на PS5. Замечательно. Выглядит здорово. Честно говоря, больше всего мне нравится тема именно PS5. Обводка, закругление краев. Это то, что надо. В самой программе много стилей. Каждый найдет что-то по душе. И как вы понимаете, изменения постоянные. Даже после перезагрузки. И чтобы их увидеть, вам не нужно активировать Hand. Но есть и другие фишки программы. Вы наверное заметили, что процесс применения длится немало времени. И чтобы показать эти фишки и не тратить ваше время за кадром, я вернулся в исходное состояние. Заходим в программу. Третий пункт это нововведение версии 1.07. Переводится как шаг за шагом. В нем можно самому решить, каким приложением применится новый стиль. А каким нет. Причем вы можете установить измененную тему. Потом выбрать другую измененную тему. И применить ее только к некоторым значкам. Это может быть полезно, например, к PS1 играм. Тут есть соответствующая тема. И вы можете ее применить только к играм PS1. Для наглядности и понимания продемонстрирую. Сейчас на консоли стоит стандартное оформление значков. Но я хочу изменить стиль только у конкретной игры. После применения третьей галочки у вас появится специальное меню. Тут надо нажать да на то приложение, к которому вы хотите применить стиль. И нет, который вы не хотите. Причем, как я сказал ранее, у вас уже может стоять измененная тема. И вы будете менять стиль еще раз только у конкретной игры или софта. В моем случае это тема PS1. Нажимаю Yes только на игре Spyro. Остальные оставляю как есть. Интересный факт. Тут в перечисляемых приложениях есть те, которые скрыты, но установлены в системе. Например, тот же PS Now и ряд других. Собственно, сейчас и посмотрим, что получилось. И вот, да, тема поменялась. У меня тут немного не состыковочка, двойное наложение, потому что когда конвертировалась игра, я заранее наносил логотип. Теперь же заморачиваться с этим не нужно. Следующая возможность, предоставляемая программой, это использование собственных значков. Именно тех, которые создали вы. Для этого нам понадобится флешка. Я буду использовать ту же, откуда ставил программу. В корне флешки надо создать папку icons. После этого копируем в нее изображение, которое вы хотите использовать вместо оригинальных значков. По поводу формата точно не знаю, но PNG подходит. В icon mask переходим вправо и заходим в premade icons. Кнопками L1 и R1 выбираем приложение. Стрелочками перебираем изображение на флешке, которое хотим установить. И если все устраивает, то применяем нажатием крестика. Собственно, для браузера и приложения ютуба у меня есть палочка картинок со смыслом. Собственно, их и поставим. Применяем изменения и перезапускаем PS4. После перезапуска сразу видно изменение иконки браузера. Мы же все знаем, для чего он используется на прошивках 9.0 и ниже. Ну и еще посмотрим на приложение ютуба. Изменения применились. Советую присмотреться к изображению. Вы можете заметить, что прозрачность также сохраняется. Кстати, измененная иконка PS1 игры тоже сохранилась. В общем, простор кастомизации огромен. Думаю, вы и сами все понимаете и дополнительных пояснений не требуется. Но что же с возвращением изменений в исходное состояние? А давайте попробуем применить тему PS5 и посмотрим, что будет. В меню видим, что браузер не изменился. А вот в папке изображение приложения ютуба уже сбросилось на исходное. Но надо перезагрузиться. А в итоге тема изменилась на PS5. Измененные иконки сбросились и теперь меню одного стиля. Но на его основе можно поменить различные изменения, что вы видели ранее. И напоследок решил показать нарезку из масок и как они будут выглядеть вживую на экране. Несколько секунд на каждую. Всего тут 25 стилей. Некоторые интересные и красивые, а некоторые откровенно странные. Например, иконки в виде карты GPS Vita. Можете написать в комментариях, какой стиль больше нравится вам. И пользуясь моментом, хотел бы извиниться за такое малое количество роликов. Скоро вы поймете, в чем тут дело. Пока сохраню интригу. Кстати, в этот раз кастомизация никак не повлияла на стабильность активации Gold Hand. Напомню, что сейчас у меня стоит прошивка 9.0. Поэтому как минимум на этой версии использование приложения можно назвать безопасным. Вот такие интересные возможности приносит эта программа. В дальнейшем я думаю сниму еще какое-нибудь интересное видео про визуальную кастомизацию. И еще кое-что не по теме ролика. Если кто-то из моих зрителей, кто работает архитектором. Если такие есть, напишите мне в ВК. Ссылка в описании. Также там будут ссылки на мои соцсети и донаты. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.